Здравствуйте, рыбы! Прогноз для вас на декабрь 2021 года. Мы все знаем с вами, что декабрь это как и ноябрь, время затменное. И, собственно говоря, с затмений декабрь начинается. О затмении я уже очень много сказала. У меня есть даже целый прогноз на декабрьское затмение, солнечное в знаке стрельца. И вы можете его найти в моем плейлисте на ноябрь и на декабрь тоже. И там прям по тайм-коду посмотреть именно прогноз для своего знака. Но прогнозы на декабрь я тоже все равно упомяну. Это затмение, потому что оно важное для вас. Оно происходит в знаке, который остается от вас на 90 градусов. А это аспект препятствия. Это расстояние, которое говорит о препятствии. Поэтому некоторым из вас в большей степени, некоторым в меньшей. Но это затмение принесет какие-то препятствия. Однако чаще всего эти препятствия подразумевают еще и необходимость что-то с этим сделать и добиться все-таки результата. Так что, на мой взгляд, декабрь будет у вас очень активным, интенсивным временем. И надо пользоваться этим. И вот эту мотивацию, тот импульс, который вам даст это затмение, он может сохраниться в течение всего декабря и приведет вас к очень хорошим, качественным итогам. И не только декабря. Но и года, ведь мы подводим в этом декабре итоги не только полугодия, и итоги квартала. Мы итоги года подводим всего. И нам нужно закрыть годовые программы для того, чтобы в следующий год уже идти в облегченном варианте, принимая новые темы и новые задачи в жизни. И вообще с открытыми дверями вступать в Новый год. А для этого надо закрыть двери в этот. Ну, что касается затмений, я все-таки обращу внимание, хоть и говорила об этом в том ролике, о котором я упомянула. Однако те из вас, кто родился в период с 1 по 6 марта, будут на себя принимать сильное влияние этого затмения. И вот эта мотивация, и эти напряжения, и этот кризис вы будете испытывать сильнее других стрельцов. Извините, рыб. Но, однако, и другие рыбы, вот те, которые не упомянуты мной, тоже могут испытывать на себя силу этого затмения, на себе. Но есть то событие, которое предваряет хронологические затмения, и при этом оно тоже важно. Это переход вашего управителя планеты Нептун в директное движение. Теперь Нептун будет директным до 28 июня следующего года. И это тоже про зеленый свет, который вам дают небеса. Ну вот уже, пожалуй, надо действовать. И это, представляете, происходит буквально 1 декабря. Но для этого надо закрыть старые двери, друзья. Так что не забываем сначала, то есть какой алгоритм, да? Сначала мы закрываем старые программы. Как только закрыли, отрываем новые в этой теме. Но Нептун предвестник, вот этот переход его в начале декабря в директное движение, предвестник того, что в вашу жизнь входит какой-то новый этап. И его стоит уже принимать. Ну вот у кого, как он просто с какой интенсивностью будет входить, да? И это будет особенно важно для тех из вас, кто рожден в период с 11 по 16 марта. С 11 по 16 марта, потому что для вашего положения солнышко, вот как раз Нептун, он будет в следующие полгода ходить вот директно, потом он будет по этому же положению ходить ретроградно. В общем, вот у вас точно будет начинаться новый этап вот с этого вот 1 декабря. Ну а про всех других рыб тоже можно так сказать, но может быть он просто будет не столь масштабным и очевидным для вас. Что же еще из событий здесь происходит? Я думаю, что стоит обратить внимание на период с 6 по 10 декабря, как время очень сложное, конфликтное, проблематичное для решения ваших дел. На это время не стоит планировать никаких важных стратегических задач. Но это как раз еще время затмений. И несмотря на то, что затмение дает зеленый свет, но в принципе где-то вот в самом, вот плюс-минус там где-то несколько дней, может быть 5 от затмения, не стоит сильно себя подвергать такому риску, что-то начинать. Ну и как раз вам тут вторят планеты, что не надо, пока не надо. А вот уже с 10 декабря время-то неплохое, и пора двигаться вперед. И тут будут свои определенные нюансы. 12 декабря есть аспект между Солнцем и Нептуном, и он напряженный. Это как раз к вопросу, я тварь дорожащая или правая имею, в том смысле, что или вы над ситуацией, или ситуация над вами. Но это все зависит от вашей готовности. Если вы бросите вызов обстоятельствам, и вы готовы аргументированно заявить, что вы претендуете на лидерство в этом вопросе, то вам этот аспект будет не помеха. В другом случае, если вы не очень в себе уверены, то он может очень сбавить весь ваш настрой, очень его вот так вот снивелировать. Однако все равно есть прекрасный повод порадоваться. Это время с 18 по 23 декабря, когда есть аспект благоприятный между Солнцем и вашим вторым управителем планеты Юпитер. Но тут тоже есть очень специфический момент. Для поздних рыб, для тех, кто родился в период с 17 по 20 марта, вот это время, оно может быть кризисным вновь, потому что там происходит полнолуние в последних градусах близнецов. То есть это полнолуние опять-таки напряженное, опять заставляет даже не работать, оно заставляет принимать какие-то сложные решения и закрывать, закрывать какие-то дела или делать какой-то очень некачественный выбор, чем-то жертвуя. Это для поздних рыб, которые я вот назвала. А для всех остальных рыб, в принципе, вот это время, когда вы можете легко достаточно двигаться вперед, вот время с 18 по 23 декабря, пожалуй, самый интенсивный и самый плодотворный период вообще в этом декабре вас ждет в это время. Я бы сюда присовокупила еще период с 24 декабря по 31 декабря, но он немного другой. Если в более ранний период, с 18 по 23, это вот прям время, когда вы ставите перед собой цель, идете к ней и вам ничего не мешает, ну, исключением являются поздние рыбы, то для всех рыб без исключения время с 24 декабря по 31 декабря прекрасно для реализации целей. Но тут главное не молчать, побольше говорить, побольше диалога вести с миром и побольше у него обратную связь брать. То есть если вот вы эту меркурианскую черту в себе включите, ну, а может быть, она у вас и вполне такая рабочая, то все пройдет без проблем. Ну, то есть получается, что небеса для каждых, по сути дела, рыб, да, в зависимости от того, там, какой у вас день рождения, расписание это придумали. И кто-то вообще стартует и идет в течение декабря беспроблемно вообще в течение всего декабря. Для кого-то есть периоды кризиса. Ну, надо это иметь в виду. Для этого, в принципе, вы такие прогнозы и смотрите. Я надеюсь, что это не только для вас развлечение, но и полезный инструмент в планировании вашего будущего. Именно таким я вижу астрологию. Именно так я ее пытаюсь здесь на канале преподнести. Именно так я ее реализую в моих любых платных продуктах и в качестве, когда я астролога-консультанта, именно так я его рассматриваю для человека, который ко мне приходит. И последний момент, который стоит упомянуть, это то, что Юпитер, ваш управитель, в конце года, 29 декабря, переходит ваш знак. Это прекрасное событие. Поверьте, символика у этого события это благоприятное течение дел. Когда наш управитель аж на целый следующий год переходит наш знак, ну, там будет у него период, когда он с вашего знака перейдет в овну, но потом он все равно возвратится в ваш знак. Расскажу об этом периоде, когда буду делать прогноз именно на Юпитер в знаке рыб. Но это же прекрасно. Под конец года такой подарок от небес получить. Стартуйте, уважаемые рыбы, без всякого страха и оглядки назад в Новый год. Это явный признак того, что вы одни из фаворитов следующего года. Да, будут нюансы, и в зависимости от того, когда вы родились, потенциал у этого года будет немного разным. Но, однако же, все равно вы одни из тех, кому в следующем году, ну, должны на самом деле очень сильно повезти и у кого будет прорыв. Ну, вот на такой очень благоприятной ноте я хочу с вами попрощаться. Перед этим я зову свой телеграм-канал Астрология с Ермольной Татьяной. Мы обсудим этот прогноз там. Обязательно надо в поисковике телеграм найти мой канал и подписаться. Да, задавайте мне там вопросы. По мере возможности я отвечаю. И еще одна новость. В своем инстаграм-канале, извините, инстаграм-аккаунте, татьяна.ермольна.про я делаю розыгрыш новогодних подарков. Для того, чтобы вы в нем могли участвовать и получить от меня новогодний подарок, я вам предлагаю просто подписаться. Быть подписчиком. Это главное условие любого розыгрыша. Так что находите меня в инстаграм и подписывайтесь. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. И желаю вам очень хорошего, классного 2022 года. Главное, будьте здоровы. И главное, верьте в себя. Всего вам самого лучшего. До свидания.